доброго времени суток всем с вами снова били и мы продолжаем проходить стрей и я думаю что это уже будет заключительная глава точнее не глава заключительное видео по этой игре вот и мы закончили на том что крементина отдала нам ключ и сказала что суть аутсайдеров не в том чтобы всем добраться до аутсайда а чтобы помочь сделать это хотя бы одному из них и я так понимаю она выбрала в этом случае меня и она решила отвлечь стражей к сожалению вот ничего не поделаешь это грустно но как бы не нам выбирать это ее решение мы должны его уважать вот только я не понимаю куда мне идти в поезд в сам тут или чем где надо куда надо сюда надо что-то я не вижу тут ничего такого с чем можно было бы взаимодействовать мэйби тут не открывать написано может сюда панель вот какая то есть мэйби она питает что-то не активно ничего тут ну слушай от нее идет шланг вот этот какой-то питающий провод мэйби это какой-то или я ошибаюсь ну вот он куда-то тянется вот панелька а вот сюда надо по ходу вставить ну давайте батарейку вставили и чё запиталась корпорейшн неко тогда все запиталась все можем идти садиться за руль я понимаю для музыка заиграла огни неоновые это киберпанковая графика дымка вот это выглядит все постапокалиптично но при этом технологично использовать метро выберите принять чтобы использовать ключ от поезда все шеф трогай погнали блин туда можно было бы столько еще с собой попутчиков набрать ну шо погнали попьем водички так а долго нам ехать и куда ехать а пожрать мы с собой не взяли ни дошка ничего центр управления это что вообще там кот не подохнет в пути от того что он не жрет реально не мышки не хуишки не сникерсов а зарядка телефона была зарядить этого человечка мелкого так выходим мы куда-то приехали тут закрыто тут закрыто видать на ту сторону надо enjoy the world world's safe city это что означает салам алейкум помощник 477 привет чем я могу тебе помочь да ничем собственно так куда мы идем так и шо тут куда чапать познакомимся приветствую тебя жители крепости 99 слушай они тут вообще без личностные эти помощники они тут чисто это я занимаюсь покраска этой зоны пожалуйста будь осторожен краска еще не просохла ну ладно тут вряд ли что-то можно исследовать абсолютно точно ну вон там может автомат какой-то нами что-то тут нет ничего нет окей просто идем дальше что тут прям реально скучно такая белая как бы цветовая палитра очень странно познакомиться приветствую тебя житель крепости 99 дверь ведущая на поверхность заблокирована в рамках режима изоляции если у тебя есть какие-либо пожелания пожалуйста обратись к любому сертифицированному инженеру в центре управления хорошего дня двери закрыта какой-то режим изоляции а это крепость для людей вообще изначально было построено и так понимаю для того чтобы люди могли жить но люди многие погибли салмалейкум ясно они все чисто говорят они почему-то на том языке который по так это отсюда видно крепость эту всю о серьезно это бункер огромный это не звезды это просто огоньки а это металл из которого я выбрался по канализации понятно привет моя текущая задача помыть окно если у тебя есть какие-либо пожелания пожалуйста обратись к сердцу ясно 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 обратись от чё ты не обратился ют так ну давай сюда мэби пройдем а вам город изолирован в целях безопасности если есть пожелание в центре управления м а куда это центр управления сюда мэби чё-то то начата подставить здесь вот не надо проверить центр управления закрыт каким-то протоколом безопасности написано что вход разрешен только людям а еще написано что я не считаюсь человеком и это оскорбление протокол безопасности может быть если мы будем работать сообща то сможем открыть протокол и как-то надо работать сообща работать сообща меня за счет туда подставить а вот что тут есть что подвинуть вообще в этом месте что я не вижу тут ничего вообще даже близко похожего блин я просто понимаю что мне надо вот туда как-то подлезть но как боюсь нет блин тут реально ничего нет вообще не с чем взаимодействовать мэби надо попросить это кого-то из них органические формы требует особого ухода именно поэтому я и другие роботы компаньоны были созданы чтобы заботиться обо всех формах жизни хорошего дня мэби кого-то из них попросить помочь пройди в зону отдыха окей понял ну понял да блин а чё делать а как быть а чё делать а как быть а чё делать реально не понимаю так мэби тут у кого-то что-то спросить краска чё-то краска ну-ка мэби с этим победить я не могу открыть дверь в одиночку мы должны работать сообща краской он занимается а тут чего чем ты занимаешься блин ну непонятно реально давай еще спустимся вниз что может помочь кто может помочь так здесь ничего нет тут только этот уж пидос уж пидосина тут ничего тоже нету блин но я не знаю гайз чего может быть там мне нужно не нужно ладно пойдемте опять туда он сказал мы должны работать сообща я понял это я прям вот ну понял прям вот ну как можно понять со всей силы понять я все со всей силы понял но видать этой силы недостаточно чтоб прям сильно сильно понять поэтому я слабо понял очень слабо понял работать сообща ну пиздец а есть фонарик я думаю мэби я это и так смогу дались туда просто надо подойти как-то туда но не за ним получается она не активна кнопка ну-ка сверху я чё-то сверху ничего нет блин ну выглядит так шоу надо что-то подставить а вот блять серьезно ты оказывается все это время был здесь извини я да он я не в курсе был вот я реально аутист придумал проблему на ну блять нам на пустом месте все сейчас будет попроще туша его что мы только может его же там ёбом токнуть может вроде не токнула ёбом прохит и чем и тут это центр управления городом отсюда они контролировали все и он пуст я помню как сильно их ненавидел у них было все чистое пространство безграничная власть свобода передвижения но их это не спасло чума теперь я помню все умирали они считали себя выше этого они ничего не сделали чтобы нам помочь я видел как умирала моя семья чувствовал себя беспомощным я не мог ничего сделать чтобы их спасти но зато я могу помочь тебе мы все еще можем пойти в аутсайд вместе я сохраню память о человечестве и людях которых любил так это последнее главное воспоминание были не столько упустил оказывается синих воспоминаний сейчас уже игра подходит концу я много чего проебал все-таки игру надо более внимательно исследовать особенно тот большой квартал который внизу в самом так мы тут с виду ничего нет вроде как то самое первое место которое вот в самом низу где мы с маму познакомились вот там надо было чуть побольше наверно поисследовать мэйби мэйби бэйби давай вот он главный компьютер и шо по данным центральный эвм здесь уже много лет никого не было весь город застрял в данном цикле блокировки если мы отключим его то сможем идти нужно подключить остальные системы к сети в этих компьютерах хранятся необходимые нам данные нужно их включить пока ты этим занимаешься я поищу пароли и зашифрованные ключи чтобы попасть в систему а чем я занимаюсь да у меня какое-то задание а чё я должен но я занимаюсь кошачьей работой для конечно оказывается вот оно как не ну понятно девушка я понял тогда еще что это бункер просто что они вот так вот сбоку смотрят на них могли приточнее смотреть это довольно странно все таки для понимания ну в любом случае надо наверное исследовать тут все вот зачем только так запрыгиваем вроде тоже ничего нет мэйби надо их все включить а мэйби или отключить надо было систему если наоборот то это забавно будет все сработало молодец дружище нашел я знаю как открыть город что-то здесь не так погоди может быть есть другой способ roof control station system is locked locked вот рабочая станция чтобы открыть город нужно преодолеть несколько уровней безопасности иначе ничего не выйдет теперь сделаем то что мы умеем лучше всего я взломаю компьютеры а ты кое-что уничтожишь м где мы это сделаем что я уничтожить должен сейчас понять тут с виду ничего нет зачем это подключилась системы злок от а наверное есть три замка вот тут первые по ходу на мы бы надо найти питание этого замка или как или как вижу что вот здесь замок а хочу уничтожить тут надо а вот что то есть по понял первый замок все вперед так надеюсь его не оттуда не вырубит стима потребляет больше чем я ожидал пум пум intrusion alert о нет мы должны двигаться дальше мы над этим работаем опа когтями все ебашим и второй замок отключаем ну блин тут все проще оказалось чем я думал блин походу он отключится не переживай я могу подрядиться как только мы откроем рабочую станцию может быть ты сейчас пойдешь перезарядишься не переживай говорит он короче решил подохнуть по ходу ну мне так кажется он решил котика спасти а сам тут остаться так но мы закончили теперь next давай все вздох карта кажется кажется этому маленькому телу конец ничего все будет в порядке просто отнеси меня на рабочую станцию мы можем отключить сигнализацию а он имел ввиду наверное вот это ну шо ну вот мы в безопасности слушай я должен тебе кое-что сказать я знал что до для отключения центральной системы управления городом потребуется огромное количество энергии больше чем может выдержать тело этого дрона но теперь когда система безопасности отключена я могу перехватить управление и открыть город перехват контроля над системой может уничтожить мое полу но я сделал этот выбор когда подключился к первому компьютеру я знал каким последствиям это может привести мне жаль что мы не увидим аутсайд вместе я думал что мне нужно сохранить память о людях сохранить прошлое но я вижу будущее в компаньонах и в тебе позволь мне снять это с тебя ты был моим другом самым лучшим о котором я мог только мечтать спасибо ну блин ну почему такой грустный конец ну нет ну пожалуйста все не хватило энергии мяу фука ну как так ну блин я думаю он потом станет править этим не знаю городом этот б-12 он единственный тут по сути по сути существо уста ну или единственная личность door opening please wait открывается дверь а верхняя вот это открывается а то есть шлюз самый главный и солнце сейчас попадет и уничтожит всех зурков то есть он справился опа опа зурки зашевелились ля все минус ультрафиолет дает им понять что они не правы опа солнышко на гитарист блин я ему не все ноты принес ну ладно клементина а почему эти отключились на них тоже солнце повлияло а в чем причина питание что ли перенаправилась и поэтому они сдохли уф а сбуд сбуд азара не показали блин как и дока так но получается мы справились просыпаемся эх надо подобрать бы его наверное а можно просто спать рядом с ним давайте оценим куда камера отдалится по любасу она покажет вид из убежища а вообще весь шлюз сейчас откроется они типа это шлюз за шлюзом типа 1 2 3 4 5 о кровь его симпатично хочу сверху падает ржавчина со шлюзов наверное всякое всякий мусор он откроется эта дверь а чё дальше куда нам чапать а наверно в ту дверку красную изоляция это закончилось да чё последний шлюз давай я хочу видеть вид отсюда без шлюзный давай тогда мы встанем и заценим видок на город конечно прорисован помой на по сравнению с ночным ну как бы ночной гораздо лучше прорисован так ну окей мы увидели что все нормально можем покидать это место катавки беги катаски дверка открыта давай шансунг открывай ой чё там дым какой-то проходим опа опа тут сейчас если котята его встретят будет вообще прикольно ну это была бы даже неплохая концовка я бы сказал я просто знаю что сейчас концовка будет для птички улетели бабочка красиво конечно графончик не ну это мини история в таком громадном мире в принципе если это действительно конец то игра шедевр довольно сложно взять и рассказать настолько маленькую историю в таком огромном мире ну мир огромный потому что довольно глобальным кажется события произошедшие в этом мире кажется вроде бы интересным а что с людьми а когда они погибли кто такие заурки а кто ну и что там за глаз был большой о там искра была видели это типа заделка на следующей части эврика created and directed by koala and weed продюсер слон мартин рейджет ой не хочу это смотреть сори так ну получается мы закончили гайс эту прекрасную игру последняя часть выдалась максимально маленькой ну я просто не знал как рассчитывать главы можно бы вообще поделить на 12 глав или сколько там 10 может по моему 12 глава была вот этой ну короче не суть можно было чисто по главе но там были главы маленькие порой вот например глава я подумал что будет немножко больше но в целом я доволен концовкой вообще в целом этой маленькой истории она довольно трогательная очень атмосферная милая воспри ну для восприятия все понятно ну поначалу не особо но потом все становится максимально понятно вот не хватает каких-то моментов механических возможно но тогда это была бы уже не такая игра а это инди игра по сути ля смотрит в камеру салам алейкум короче это инди игра по сути это небольшой мультик или небольшое кинцо как это хотите называете просто в котором мы можем немножко поучаствовать про небольшого котенка история небольшого котенка который попал вот в эту ситуацию и узнал настолько много информации об этом мире встретил этого b12 ученого бывшего который застрял в теле этого дрона встретил аутсайдеров много личностей причем прописано в этих помощниках ну вот в этих маленьких роботах зурки вот эти глаз этот ужасный который смотрел на кота короче это все было довольно круто я игре поставил бы наверное 9 из 10 ну 9 наверное потом ну не 10 потому что мне чего-то не хватало в определенный момент игры когда ты прыгаешь вот это вот с полки на полку с крыши на крышу ты думаешь блин что-то скучно там либо нужно было как-то наполнять сюжет на немножко то место либо добавить какие-то игровые механики типа вот фонарик из урки это вроде прикольно но и его потом отобрали вот этот фонарик плюс его довольно сложно использовать вот но во всем остальном музыка атмосфера прорисовка ну были конечно моменты где-то не очень прорисован ну возможно комп мой не тянет не знаю но в целом вообще все шедеврально даже код моделька его неказистая была ну вот он крутой он классный даже вот это вот момент где он смотрит сейчас белыми глазами такими тоже крутой не знаю игра шедевр я считаю рекомендую всем к прохождению либо ну если вы смотрели мои видео то можете сами все равно попробовать прочувствовать эту игру осмотреть найти другие секретики какие-то я очень много воспоминаний не нашел но я не знаю наверно плюс я ноты какие-то не нашел но я не буду перепроходить потому как я считаю это игра которую один раз прошел но не забыл есть игры которые один раз прошел и забыл но про эту игру так нельзя сказать ты ее прошел ну и не забыл она потому что крутая очень вот ну такие дела в общем гайс это самая короткая наверное часть по этой игре ну я не рассчитал что поделать вот на этом я заканчиваю ставьте лайки подписывайтесь на канал вступайте в сообщество вконтакте под названием саратовский ватсплей можете там зайти в обсуждение что-то предложить какую-то игру может быть еще что-то прокомментировать раскритиковать но критика должна быть конструктивной токтиков мы будем банить вот ну такие дела в общем с вами был билли увидимся в следующих видео всем пока в следующих видео в следующих видео в следующих видео пока